Стены у нас очень близко находятся к этому памятнику. Памятник воинам-интернационалистам в осаде. Со всех сторон его окружают торговые точки. А скоро над мемориалом нависнет многоэтажный рынок. Кавалер Ордена Красной Звезды и член движения «Саратов вперед» Николай Телегин такому соседству не рад. Говорит, что памятные митинги у обелиска проходят в тесноте. Вообще подойти невозможно. То есть арматура, поддоны и так далее и тому подобное. Мне бы хотелось, чтобы этот уголочек был центром патриотического или какого-то культурного. Ну а вместо того, чтобы здесь как бы находиться или посмотреть и рассказать про этот памятник. Это первый памятник воинам-интернационалистам, который появился в Саратове 20 лет назад. Тогда и время было другое, и место тоже. Памятник можно было увидеть с остановки Третья дачная. Сейчас его закрывают торговые павильоны. А рядом развернулось масштабное строительство. На святое место покусился депутат городской думы Олег Комаров. Администрация рынка «Славянский мир», руководителем которой он является, решила построить здесь торговые ряды. Для этого еще прошлым летом вырубили часть сквера, в котором стоит обелиск. Если народный избранник всем позволяет такое, не обращая на народ, принимать решения, да, может быть его территория. Сейчас это вопрос, конечно, юристам, это в суде будет решаться. Но что-нибудь есть, кроме денег, бумаг, какой-то еще где-то отношения к людям погибших, которые выполнили честно свой долг. Вот это, наверное, самое главное, впереди здесь должно стоять. А не воспринимать все деньгами. Для нас это важно. Народный избранник к общественному мнению так и не прислушался. Памятник воинам-интернационалистам оказался на рыночных задворках. Надежда Новикова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.